Здравствуйте, с вами Дмитрий Книга, и я расскажу вам о главных новостях Ленинского района. Впервые в Московской области состоялся единый день голосования в молодежные парламенты муниципалитетов. Нужно быть заинтересованным в развитии своего района, соответственно, области и страны. Студенты колледжа Московия взяли первое место в одной из номинаций конкурса WorldSkills. До национального финала команда побывала на трех чемпионатах, разных за пределами Московской области. Избирательный диктант в 11-й школе. Молодые люди, которые разбираются в избирательном законодательстве, всегда могут отставить свои права, знать, как проводятся выборы. В политической жизни Подмосковья состоялось важное событие. Впервые в Московской области прошел единый день голосования в молодежные парламенты муниципалитетов. В Ленинском районе более 150 жителей от 14 до 35 лет пришли на выборы, которые состоялись в историко-культурном центре, чтобы отдать свой голос за выбранного кандидата. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Молодежный парламент – это эффективный способ вовлечь юное поколение в активную общественную жизнь страны. Ведь зачастую многие проблемы, касающиеся школьников или студентов, не доходят до вышестоящих инстанций. Отныне в Ленинском районе 15 человек будут вносить инновационные идеи и проекты, а также налаживать взаимодействие между властью и молодыми жителями муниципалитета. Для нас самое главное – это ребята, чтобы нам помогали с законами, чтобы они давали свои инициативы, чтобы они прорабатывали, просматривали, если хотите, пропесочивали законы, которые уже есть в комитетах Московской областной думы. Чтобы им было это интересно, чтобы они занимались бюджетом, чтобы они понимали, как работает местный совет депутатов, почему принято то решение, а почему не принято то или иное решение. В Ленинском районе можно было отдать свой голос за десятерых из 13 выдвинутых кандидатов. Александр Птицын интересуется политическими вопросами на протяжении четырех лет. Узнав о выборах, он, не задумываясь, решил участвовать. Нужно быть заинтересованным в развитии своего района, соответственно, области и страны, потому что кто, как не мы, сможем в дальнейшем развивать страну, предносить какие-то законы новые. Ксения Мошкина тоже неравнодушна к судьбе своей малой родины. И в будущем мечтает связать жизнь с политикой. Я ответственный исполнительный человек, и я действительно смогу что-то сделать для Ленинского района и как-то помочь ему. Но, как говорят уже опытные депутаты, быть ответственным и исполнительным – это только малая часть тех критериев и черт характера, которые помогут стать хорошим специалистом. Если, соответственно, у них не будет вот этого желания этим заниматься, обучаться и потом, соответственно, идти куда-то дальше, то ничего не получится. Поэтому, наверное, готовность к работе – это самый большой критерий. Этот день у многих останется надолго в памяти, как, например, для Максима Панова. Молодежь – это больше, так сказать, ближе ко мне. И мне очень важно, что молодежь может сделать для нашего района, для нашего города. Очень интересно будет посмотреть, какие идеи у кандидатов, что они для нас подготовят. А уже в ближайшее время депутаты проведут первое заседание новоиспеченного молодежного парламента и примутся за непростую работу. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Видное ТВ. Студенты колледжа Московия на всю страну доказали, что они лучшие работники сферы сервиса на транспорте. Молодые профессионалы взяли первое место в одной из номинаций престижного конкурса WorldSkills. Как ребята готовились, как им удалось обойти опытных сотрудников аэропортов и что дала им победа, узнала Юлия Погосян. На конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Россия команда колледжа Московия выступает уже не первый раз. Традиционно студенты учебного учреждения представляют Подмосковье в номинации «Сервис на транспорте». В этом году они соревновались с действующими сотрудниками различных аэропортов страны, людьми взрослыми и опытными. Тренировки заняли не один месяц, было потрачено много сил и времени. Здесь, в помещении, где у ребят проходила подготовка к конкурсу, создана настоящая атмосфера аэропорта. Вот у меня появилась возможность почувствовать себя пассажиром и пройти всю полную процедуру предполетного досмотра. Не без помощи аэропорта Домодедова мы оборудовали данный терминал по компетенции «Сервис на транспорте» по двум направлениям – агент регистрации и служба авиационной безопасности. При подготовке ребят к конкурсу много внимания было уделено и психологической стороне работы сотрудников аэропортов. У ребят, у студентов, у них есть свои определенные проблемы, так называемые детские болезни. Это в первую очередь стрессоустойчивость. До национального финала команда побывала на трех чемпионатах разных за пределами Московской области. Это был Челябинск, Самара, у нас Москва. То есть выезды на такие чемпионаты, они приносят очень большую пользу в тренировках, дают и опыт, и стрессоустойчивость. В каждой команде пять человек. Трое в службе авиационной безопасности, их задача – выявлять все запрещенные к перевозу предметы, и два члена команды – агенты регистрации. Они должны досконально владеть информацией по предоставлению услуг пассажирам. Колледжу в Москве удалось доказать свою компетентность и обойти остальные четыре команды в этой номинации. Результат был 50 на 50. Мы старались, но нам почему-то казалось, что мы не займем первое место. Но в последний момент так все получилось, что выиграли. На самом деле очень рады, потому что мы целый год к этому шли, мы постоянно ночевали в терминале, мы столько тренировались, и не получить первое место было бы очень обидно. Профессиональный колледж в Москве – одно из лучших учебных заведений области, где готовят кадры для работы на воздушном транспорте. Популярность заведения растет с каждым годом. Все больше абитуриентов отдают предпочтение Московии. Здесь совместно с аэропортом Домодедово была запущена программа «Приток», которая дает студентам возможность получения гарантированной работы после выпуска. Приятного вам полета! Учащиеся 11-й школы приняли участие в избирательном диктанте. Такая проверка знаний была приурочена ко дню Конституции. Акция проходила по всей Московской области. На диктанте побывал наш корреспондент Арсений Рогозянский. Избирательный диктант проходил на 300 площадках Московской области. В Видном к акции присоединились учащиеся 11-й школы. Знание права, по мнению председателя территориальной избирательной комиссии Ленинского района Татьяны Спириной, дает молодым гражданам существенные привилегии. Молодые люди, которые разбираются в избирательном законодательстве, всегда могут отстаивать свои права, знать, как проводятся выборы, пользоваться таким своим знанием. Это очень важно. Кроме того, очень много сейчас профессий связаны именно с политологией, с политическим нашим просвещением. В ходе диктанта школьники в течение часа должны были дать ответы на 50 вопросов. По мнению участников тестового опроса, задания были не самые трудные. Однако над некоторыми приходилось думать больше обычного. В такой проверке знаний избирательного права есть своя польза. Этот диктант дает опыт для того, чтобы поступить как-то. Я на этом диктанте познакомился с работой молодежной избирательной политики, вообще избирательной политики всей нашей страны. И я считаю, каждый гражданин должен знать про нашу избирательную систему. Илья Новиков учится в девятом классе. Летом ему предстоит сдавать объединенный государственный экзамен по обществознанию. Школьник подходит к диктанту не только как проверки собственных знаний, но и получению новых. По его словам, каждый гражданин должен знать избирательное право. Я считаю, что очень важно, потому что мы граждане Российской Федерации, я и вы, и мы должны принимать участие в жизни нашего государства. Эти знания в дальнейшем пригодятся каждому школьнику. Будущим избирателям необходимо представлять, как функционирует система права. Именно поэтому директор 11-й школы Ольга Доманевская уверена в том, что ученики покажут достойные результаты. Мне бы хотелось, чтобы ребята показали достаточно высокие результаты после написания избирательного диктанта, потому что в них наше будущее и законодательная база, которой они будут владеть, позволит мне обеспечить хорошую достойную старость. Избирательный диктант определил уровень знаний школьников о праве. Некоторые участники убеждены, что дали правильные ответы на большинство вопросов. Однако с результатами тестирования они смогут ознакомиться только в конце декабря. Арсений Аргазянский, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Специалисты областных медицинских центров провели консультативный прием в детской поликлинике города Видное. Офтальмолог, невролог и ортопед – самые востребованные доктора, помощь которых очень необходима местным медикам. По кабинетам прошла наша съемочная группа, рассказывает Татьяна Брылова. Савелий – веселый и неугомонный малыш. К докторам относятся без опаски. Привык. Столкнувшись с серьезной проблемой, его мама не опустила руки, а методично начала пробиваться к лучшим специалистам. И, конечно, использовала возможность попасть на прием к доктору из Моники. В мае месяце этого года, когда ему было, получается, два года ровно, у него произошло, что нога одна отказала. Неторопливый и внимательный осмотр помогает продвинуться в постановке диагноза к каждому конкретному маленькому пациенту. Натяточку помеешь? Да, натяточку. Иди. Молодец. Попробуй на месте. Вот зайчики подходит. Прием проводится в присутствии врачей Видновской поликлиники. Сегодня к неврологу из Моники врач-невролог из Видновской поликлиники направил 13 детей, по его мнению, самых сложных. Хорошо, что доктора приехали к нам, чтобы мы могли вместе с ними обсудить тактику лечебную, помочь сразу же организовать, если кому требуется, госпитализацию и обсудить дальнейшие вопросы реабилитации. Я рада, что эта консультация прошла, сегодня состоялась. И мы обязательно, но не в этом новом году, а в новом году поедем и пройдем полное обследование, как нам рекомендовали. Сложные или спорные случаи задача консультативного приема поставить точный диагноз или составить план дальнейшей диагностики, направив после ребенка непосредственно в специализированный центр. Кандидат медицинских наук, врач-ортопед Екатерина Емельянова имеет большой опыт в лечении патологии опорно-двигательного аппарата. Мы находим совместно оптимальное решение для лечения данного пациента, решения проблемы, как лучше поступить. Консультативный прием специалистов регионального уровня в детской поликлинике Видного проводится впервые. Но, как считает руководство медицинского учреждения, этот опыт надо продолжать. Эти специалисты, которые к нам прибыли, они дают более комплексные обследования и уже направляют на более высокий уровень, то есть на третий уровень, который в принципе в институт Маняковский по офтальмологии. И, например, институт Сокольники, ортопедическая клиника, который занимается вот этими патологическими состояниями детей. И это очень хорошо и здорово. За один день каждый специалист смог принять от 15 до 20 маленьких пациентов, которым подобная помощь крайне необходима. И о погоде. В пятницу ожидается небольшой снег. Днем минус 4, ночью минус 6. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова